Я был вторым, а Хагас Гебривет был третьим. Поэтому такая близкая... Да, ну и тоже интересно. Ну и состав участников 100-метровки на ваших экранах. И Джимми Вико, и Пауэлл, Ашмеди, Гей, Роджерс, Коллинз. Все хорошо знакомые вам лица. Да, в течение всего сезона, когда они все бегали. Ну и, конечно, до этого мы всех их хорошо любим и знаем. Ну вот такой интересный забег, на этот раз без Усейна. Но... То, что показывает Тайсон Гай в этом сезоне, надо сказать, это очень интересно. Очень интересно. Для Тедди хороший стимул. Ну тоже стимул для Кристиана, который на третьем месте. Совсем непривычно для себя положение ты попал. Надеюсь, про стимуляцию. Тем более после 17-66 надо же как-то быть. Преечествующий случай действия произвести. Прыгнуть подальше. Посмотрим. Интересная борьба начинается в тройном. Посмотрим, что 100-метровка принесет нам. Лишот Томпсон. Вот жалко все-таки. Вот смотрю я на Асафу. Классный он, да, вот плюшевый парень. Так мы его любим. Потрясающий. Но вот такой талантливый человек, да. И вот так как-то складывается его карьера. Я не говорю, что там она закончена и ничего еще не будет впереди. Все еще возможно. Но вот как-то, да, обидно. Вот что так ничего он и не выиграл. Ну, я имею в виду личный, естественно, зачет. Конечно, он впереди планеты всей в эстафетах, мы знаем, да. И чемпионы, и рекордсмены, и все. Но все-таки вот лично понимаете, такой человек, мне казалось, должен, да, большего. Ну, и заслуживать, и больше сделать в этой жизни. Ну, вот бывает так вот, да. Он появился же чуть раньше, чем Усейн. Вот как-то все это вот, такое будущее прочее, ну, вот в психологии вот не смог. Кузнецы своего счастья, в любом случае. Значит, не справился, значит, не смог. Что ты скажешь? Мы говорили о его... Слишком хороший. Некоторую нервозность проявлял он всегда, мы его замечали, и это подводило его всегда. Ну, тут вот интересно, за это-то чем, да. Обидно. Ну, посмотрим, все-таки время еще идет, время еще есть, и совсем он не стар. Он, наоборот, даже, я бы сказала, суперстар, и можно еще, в общем, что-то в этой жизни сделать. Хотя с этими соперниками трудновато. Пока что вот здесь вот сюда в середину поздно. Ну, это Ким Коллин с ним гидаемый. Понятно, мы всегда рады его видеть. И он во всех финалах бежит, и очень неплохо себя проявляет. Но, тем не менее, в середине, в центре, как более сильных, потенциальных, да, победителей, Асафа Пауэлл, Никель Эшмидт, который в этом сезоне достаточно стабильно бегает и имеет результат из 10 секунд. Ну, Тайсон, говорит, по пятой дорожке, понятно. И также Кемор Бейли Коу из Ямайки, который 9.96 имеет в сезоне. Ну, и напомню, все-таки, Асафа пробежал в Острове 9.97, вот в том злополучном забеге. Но все-таки финишировал, результат официальный. А потом вот 10 там с небольшим получилось. Ну что ж, 100-метровка. Как рванули. Да здорово. Асафа неплохо. Ну вот набирая свои обороты. Такой Тайсон. Ну что, кто? Тайсон, конечно же. 9.78. Хорош Тайсон Гэй. Ветер в пределах нормы. Асафа, кстати, пробежал очень быстро. Быстро для себя. В сезоне лучший результат. Однозначно. Что он из 90 выбежал точно. Молодец, Асафа. Он, конечно, на чемпионате мира бежать не будет. Он был плохенький с травмой на Ямайском пеннице. Хотя вот я не знаю, интересно, в эстафету как там возможно? Могут взять, я не знаю, на каких у них критериях. Они могут его взять просто как опытного. 9.79 дают. Жалко, что не в другую сторону. Но улучшили бы 9.77. Это нас больше устроило. Но красавчик, красавчик. Не-не, показывает. И вот что радует, что Асафа наконец проявляется. И сейчас, надо сказать, так зубки показывал. Бился. Может быть, сейчас даже вот его голову немножко отпустит. Но не попал ты в личном виде на чемпионат мира. Надо теперь отжимать просто от сезона и бегать сейчас. На всю катушку, что возможно. Настолько, сколько можешь. А готовность-то есть. Что же он тренировался? Травму залечил. Ну, давайте еще раз посмотрим. Потрясающий был бег Тайсона. Хороший старт. Ровно выбежали-то они втроем, да? Мягкий он какой, посмотри. Пауэлл, Эшмидт и Гэй. Здорово бежать. И как здесь переключается, конечно, Тайсон от этого колоссального. Здорово продвигается. Просто все остальные просто держат эту скорость, а он продолжает разгоняться, разгоняться до 70 метров где-то. И Роджерс по седьмой дорожке третьим был. Вот у Асафы пока нету в беге, вот то, что как бы его всегда отвечало, он не разбеган. Видно, что это только там второй, третий старт. 88, да, Асафа лучший результат. И с 10 секунд также Роджерс. Или кто? Или Эшмидт, кто ты третьим все-таки был? Мне кажется, Роджерс. Мне тоже кажется. Роджерс, да. Ну, Тайсон в хорошем состоянии. Здорово. Мягкий такой, да? Двигает дорожку. Ну что, он так раскручивается по сезону хорошо, да? Здорово бежит. И переезд из Америки в Европу не сказал нам на результат. Я должна сказать, что если брать 100 метровку и Усейну, и... Тигренку будет тяжело с ним. Йоханну Блэйку, да. Нет, очень, конечно, он очень... Да, он очень целеустремлен в этом сезоне. Вот мы отмечали несколько раз. Он даже не позволяет себе каких-то ужибок, улыбок. Ну, он особо никогда не позволял, он такой дядька брутальный. Да, и он, ну, в самом деле, вот прямо вот видно, что у него есть цель, к которой он идет. А у меня еще такое ощущение, что он сейчас, вот, хотя он этого не показывает, но вот... Смотри, Колин, 9.97. Национальный рекорд. 9.97, Ким. Личный рекорд. На закате карьеры. Где же ты раньше был? Потрясающе. Смотри, что творит этот человек с НКС-9. А? А? Видал? Да. Можно, оказывается, бегать долго и успешно, да? Вот так вот. Да, вот сейчас с Усейном фактически на равных. Сколько? 9.97.